Сейчас Valve активно борется с рулетками, которые подкручивают, а так как из-за этого играть теперь-то почти негде, мы с Лёшей и Типеди решили сделать рулеточку для своих зрителей, где вы сможете сыграть. Короче говоря, solodrop.ru. Испытай свою удачу, а то чё как путь-то. Ссылка в описании. А знаете, что завтра у нас? Завтра у нас 1 сентября, что означает конец лета. Поэтому у меня вот такой интересненький вопрос. Вы его нормально провели? Не просрали или попросту не проебали? Ну, конечно, я уверен, больше 80% скажет, что да, мы просрали это лето. Как и прошлое, как и позапрошлое. А другая часть скажет, что мы его клево провели. Ну, потому что они играли в доту. Да нет, что учёные скажут, что, например, были где-то на море или постоянно был какой-то движ у них. Ну, тусы всякие. Поэтому можете поздравить меня, я не просрал своё лето. Стоп, ты же всё лето днём спал, а ночью играл в игры. Как ты вообще мог не просрать его? Да, действительно, в этом есть, правда. Но я его не просрал. Я придумал просто офигенную отмазку. Слушайте, я бодрствовал в большинстве своём лишь только ночью. Поэтому в теории я был намного активнее, чем другие люди в этот период времени. Следовательно, я, даже сидя за компьютером, проводил своё лето намного активнее, чем те люди, которые спят. Поэтому я не просрал своё лето, а провёл его в движении. Хорошая теория, да? К сожалению, она работает лишь только на тех, кто спал днём. Но ничего. Мне, конечно, 1 сентября уже вообще ничего не говорит, потому что я учусь на заочке. Следовательно, я 1 сентября не пойду в университет. Да и в школу я не пойду, потому что я её закончил. Но, знаете, когда я был школьником, я всегда хотел, прям мечтал о 1 сентября. Я хотел вспомнить вот этих одноклассников, их лица, их улыбки. Но когда уже наступило 1 сентября, и я пришёл в тот самый класс, я неожиданно вспомнил. Господи, забыл, ребят. Я так хотел вас всех увидеть, и забыл, что вас ненавижу. Сука. Хочу лето. Хотите, думайте, что я угораю, но реально каждое лето на протяжении, ну ладно, не 11, может быть, лет 8, продолжалась эта ситуация. Хотя, вполне вероятно, это было из-за того, что летом мне просто было не с кем общаться. Нет, вы не подумайте, что я какой-то хик, а наоборот, я в детстве, в летом постоянно гулял, гонял футбол. Только я гонял один. Нет, не подумайте, что меня все слали нахер, просто я отдыхал в деревне. А в деревне единственное, с кем можно играть, это с петухами. Стоп, а в чем разница-то? Меня родители отправляли в деревню просто потому, что могли. Там делать было абсолютно нечего, кроме того, как сидеть на грядке. Ну и гонять там футбол. Сам собой. Ладно, шучу, не сам собой. Там бывало пару раз приезжали другие ребята, мы с ними гоняли футбол. А потом они опять уезжали, потому что у них родители не оставляли в деревню на очень-очень долгое время. Поэтому, когда я приезжал из деревни, например, даже на выходные, там на пару дней, когда вот выучалось, и встречал своих друзей, это была просто невыносимая мука. Вот представьте, вы проводите свое лето просто мегахерово. Вы ничего не делаете, смотрите чародеек по Первому каналу, сидите на чердаке, смотрите на пластинки с, не знаю, с Макил Джексоном, и думаете о том, как он бы вас поимел в задней... Хорошо, неважно. А потом вы приезжаете в город и видите своих друзей, которые начинают говорить. Господи, Макс, как тебя долго не было! Мы тут, короче, футбол гоняли в когнитурный клуб и строили целый чемпионат. Помнишь, Нину? Она, короче, Санька отхерачила. Прям да, да, да! Да, пацаны, классно вам. Ладно, чума себе, себе. Расскажи, как тебе было в деревне? Ну? Я тоже не зря провел свое время. Я проводил его с пользой. Я проводил его так, как куда могут проводить даже проводку. Я проводил свое время хорошо. Я лето не проводил. Да, я провел лето хорошо. Замечательно. Нет, я серьезно не понимаю, почему родители всегда думали, что в деревне детям хорошо. Или знаете где еще? В лагере. Лагерь, чтобы понимали, это место, куда отправляют своих детей, чтобы родители могли вот на протяжении вот этого месяца заниматься почкованием. И ладно, были иногда нормальные смены, но в большинстве там были просто конченые вожатые, которые даже не давали нормально погулять. Да и кушать там, по сути, было нечего. То есть ты приходишь такой, съел одну тарелочку, а у тебя организм растущий, ты хочешь еще, а тебе говорят, не сегодня, сука. Одна порция в одно рыло. И поэтому каждый раз, когда я был в лагере, я обожал такое место, как карантин. Вообще карантин звучит страшно, но в лагерях это что-то вроде вип-лаунжа, я бы сказал так. Место. Куда вас отправляют, например, на 4 дня? Где вы можете спать до середины дня? Где есть бесконечная хапка, телевизор? И где также лежат другие дети, вы, по сути, также с ними можете веселиться. То есть играть в карты, например. Конечно, не в футбол или тому подобное, но все равно он может найти чем заняться. И самое офигенное в этом карантине, то что вы видите по утрам гребаные пробежки. Ну, кто не понял, объясняю. По утрам в каждом лагере практически детей отправляют на зарядки. А в одном лагере, в котором я был, детей отправляли бегать по всей территории. Делать круги. В 8 часов утра. И представьте, как офигительно. Сидите на своей кроватке, смотрите на эти уставшие лица, которые только что проснулись, а сами попиваете чаек и кушаете хлебушек. Ну и кашку там, дофига всего. Хотя летом действительно хочется куда-то выехать всегда. Я, например, очень люблю Турцию. Нет, не потому что я русский, хотя это даже смешно звучит, а просто потому, что у меня там очень хорошие воспоминания остались. Один раз, когда я съездил в Турцию, я скооперировался с огромнейшим количеством ребят. И у нас просто была мега клевая команда. То есть подумайте, жирный школьник, красавчик, это я, ахулинетте, клевая тёлка, её некрасивая подруга, казашка, мамбет, и парень, который предлагал делать постоянно какую-то херню. Честно говоря, это был я, но я хочу быть красивым, поэтому пусть будет он. Ну, типа, ему всё равно поебать, он это видео никогда не увидит. И мы просто всё это время проводили мега херена. Вместе, не вместе, там разделяясь по группам, без разницы. Было очень, очень клёво. Больше всего я подружился с мамбетом и красавицей. Ну, вот этой, которая страшная подруга. Причём настолько я с ней подружился, то что мы начали даже немножко мутить. А мамбет, как вы понимаете, начал мутить с казашкой. Ну и в какой-то момент, и казашка, и эта девушка решили уехать. И мы с мамбетом начали в прямом смысле слова депрессировать. Вот сидит такой 19-летний казах. И я, 16-летний школьник. Чтобы вы понимали, мне сейчас 21 год. Я выгляжу на 16. Думаю, не надо объяснять, как я выглядел в 16 лет. И я такой. Господи, чувак, мне реально без неё тяжело. Я понимаю, что я больше никогда не увижу. Она уехала в Астрахань. Я сам живу в Иваново. Я скучаю по её глазам, губам. Я хочу её обнять, чувак. Я тебя понимаю, братан. Я тоже скучаю по её казахской пиздёнке. Чего ты сказал? Я на полном серьёзе. Он мне рассказывал, а её... Это просто жесть. Он рассказывал, как по ней скучает. Тогда я почему-то этому не особенно сильное внимание придал. Но сейчас понимаю, что надо было бы. И я понимаю, что я вёлся с каким-то странным человеком. Но как бы то ни было, парнем он был реально классным. Поэтому даже насчёт этого я понимаю, что он просто снял с хернью, потому что хотел меня даже повеселить. Допустим. А шутку я понял только сейчас. Настолько сложные приколы у него, видимо. Хотя на самом деле, если вы за границей познакомитесь с какой-то девушкой, и потом вы, оказывается, будете жить на огромном расстоянии между друг с другом, это очень тяжело. Особенно первое время. Но потом он становится немножко похуй друг на друга, и... Всё. Короче, с первым сентября, ребят. Удачи вам... Не знаю. Не проспать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова